Intel X3 Masters Katowice подошел к концу, со мной Евгений Геджин Андрюшин, обладатель титула MVP. Женя, а ожидал ли ты вообще, что тебя не только номинируют на этот титул, но и то, что ты сможешь одержать победу? Честно говоря, я не думал, я даже забыл, что здесь раздают MVP, что это Intel X3 Masters. Я этого не ждал. Я уже за день до этого, когда пришел в отель, зашел в интернет, увидел голосование, увидел, что за меня много проголосовало. Как минимум стало приятно. Я не был уверен, что я выиграю, но уже было приятно, что люди проголосовали. Я думаю, многие проголосовали тебя за твою игру на Варусе. Мог бы ты объяснить, почему выбрали именно этого чемпиона для тебя в тех играх? Ну, почему мы выбрали, наверное, один из таких героев, которых, скажем, я ставлю выше многих других, поэтому, ну, это, можно сказать, основной мой пул героев. Там, по-моему, я не помню точную причину, может, там, то ли Луциана забанили, то ли еще чего-то. Ну, как-то... А, или, ну, вообще, по-моему, была такая идея, что нам нужно будет побольше контроля, и просто, чтобы было больше контроля, решили взять Варус. И так было. Ну, я заметил, в нескольких ваших играх, когда ты играл на Варусе, Леша играл на Лулу. И был ли расчет еще на то, что, как бы, ну, если вдруг у тебя что-то пойдет не так, так как Варус не мобильный герой, там Лулу тебя сможет спасти за счет щитков, за счет ульты? Нет, ну, была просто, это уже такая, не знаю, как всемирная признанная МБА или что-то такое, что ЛТ или вообще... Ну, в общем, герой, против которого очень сложно играть, она очень быстро бегает, она, не знаю, считует, достает всех, может какой-нибудь фаншотить и так далее. В принципе, к Варусу она никак не была привязана. Ну, какие у тебя вообще остались впечатления от этого турнира? Ну, мне, конечно, было обидно, что мы проиграли, не знаю, может быть, с другой стороны, уже когда мы проиграли первую игру, уже так как-то было, не знаю, не по себе, что ли, что нужно выиграть еще две, потом еще играть как-то, не знаю, турнир сложился, наверное, не лучшим образом, но, в принципе, хотя бы мы вышли из группы, это уже неплохо, проиграли, ну, как сейчас уже выяснилось, победителем этого турнира, который вы никому ни разу не проиграли. В принципе, ну, проиграть сильной команде, это вполне себе достойно, поэтому, не знаю, мне вполне устраивает наши результаты. После этого турнира вы продолжите выступление на ЛСС. Как ты лично считаешь, у вас будут, ну, не знаю, складываться тренировки, складываться игра на предстоящих матчах? Ну, ну, ЛСС, как было, так и останется. Ну, стандартно доиграем все наши матчи, я думаю, разведемся по домам, потом уже перед финальной неделей или перед самими плей-оффами опять соберемся, наверное, проведем больше тренировок, будем лучше готовиться уже именно к плей-оффам. Является ли лично для тебя дополнительным стимулом возможность представить свой регион на All-Stars в Париже? Ну, в No-Stars в Париже, по-моему, поедет первая команда, которая, ну, выиграет свои, ну, турниры своего региона, поэтому, в принципе, ну, это как бы нам было приятно, конечно, если мы выиграем, потом еще поедем в No-Stars, как бы, да, ну, я думаю, любой команде было приятно выиграть и представлять свой регион. А что ты думаешь? Ну, вот, команды, которые поедут на этот турнир, в любом случае встретятся с чемпионами третьего сезона, так как именно они поедут, да, от Кореи. Эта команда сейчас, ну, даже после замены саппорта, она является довольно-таки сильной, но как ты думаешь, за счет чего они являются, ну, до последнего времени непобедимыми? Ну, я думаю, непобедимыми они являются, естественно, потому что они очень хорошо играют, у них, я думаю, высокий индивидуальный скилл, они, как бы, много тренируются, они корейцы, не знаю, у них просто много тренировок, высокий скилл, поэтому они мало проигрывают, будет приятно с ними сыграть. Допустим, если такая ситуация случится, и вам предстоит против них играть, на что бы ты сделал акцент при подготовке к этому противостоянию? Ну, как к любому противостоянию, нужно смотреть полухних героев, возможно, посмотреть их записи матчей, как они, что делают, не знаю, увидеть какие-то их слабости, это такой, не знаю, стандартный процесс подготовки, не знаю, попытаться найти их неуязвимое место, пока так не знаю. Я слышал от твоих тиммейтов, что им очень сильно симпатизирует данный патч 4.3, что ты сам о нем думаешь? Патч 4.3, не знаю, опять же, для себя я не увидел сильных изменений, сейчас, ну, правда, как на бутлайне, сейчас Даран Шилд потерпел небольшой нерв, там еще саппорт-предметы приподняли, в итоге, ну, Даран Шилд стали саппорта именно меньше брать, но тут такое, как бы, дело, саппорт есть в одной команде, есть в другой команде, поэтому, может, и стали его меньше брать, там, или кто-то все равно берет, как бы сказать, он все равно могут либо оба взять, либо никто не взять, в итоге, как бы, это не такое, не сильное изменение, поэтому, не знаю, именно, как бы, как для АД, ничего сильно не изменилось, поэтому, в принципе, мне все равно. Конечно, приятно, и, наверное, там, может быть, некоторых героев поднершили сильных, ну, все равно там осталось му-бу, еще что-то, поэтому, не знаю, это такое, не кого-то подняли, кого-то опустили, не знаю, это можно бесконечно править баланс, так что, не знаю, для меня сильных изменений нет. нас здесь мне не изменяет память ты все еще являешься лидером по кда не только садят и керрина среди вообще всех игроков на европейском lcs с твоей точки зрения кого бы ты выделил из других команд кто ну является наверно одним из лучших игроков там лучше тебя или там на уровне с тобой не знаю именно на твоей позиции если взять именно юрий он наверно там дизайнца напрашивается это реклис он также показывает неплохие результаты почти во всех играх очень как бы сильно отыгрывает поэтому за больше на никого сказать он единственный кто-то как бы сказать приближен ко мне и мы чем-то с ним схожий и пока да как бы тоже там не отстает хотя это не очень приятная какая-то вещь когда у тебя там такой большой когда или чё там тебя там могут закидывать что-то там чем там убежала клавите льва там сын давай беги беги там сохранить свои когда или что-то такое это может не очень приятно слушать но может им так тоже достается ну в общем он единственный кого можно отметить несколько недель назад когда сожалению четверым из вас не получилось поехать в кельн на позиция де керри вместе с эдвардом игра у юри смотрел ли ты те две игры чтобы ты мог сказать а и ну как бы его выступление ну игры да я смотрел конечно но сейчас честно говоря уже игры сами вспомнить сложно и конкретно за ним я не следил я просто смотрел как отыгрывает наша замена было интересно как бы ну как скажем как мы там выигрываем проигрываем как на нашем месте могут сыграть другие просто было интересно посмотреть стороны все не знаю ничего не могу им сказать отыграл как-то там парень отыграл хорошо я просто смотрел за выступлением команды в целом принципе они замены по мне помню по мне нормально сыграли что ситуацию эдварда попал бы ты и тебе бы пришлось бы собрать 4 игроков допустим там ну отбросим сторону языковой барьер кого бы ты взял себе в команду на одну неделю это очень интересный вопрос не знаю на нее ответить потому что там на это была дана всего одна неделя в течение этой недели ну как бы эдвард искал людей для этого они должны были состоять ни в одной другой команде и там еще очень много ограничений поэтому как бы сказать брали все знакомые которые могли поехать примерно так поэтому не знаю кого бы я взял из понятия вообще ну если отбросить ограничения смог взять скажем игроков из lcs ну если игроков из lcs и брать это ну не знаю не хочу отвечать на этот вопрос мне нравится моя команда я бы их оставил они не смогли поехать я сказал парни я без вас не поеду но я надеюсь что такого не случится и поэтому давай наверно на этой ноте завершим спасибо тебе за это интервью и спасибо вам за то что его посмотрели